Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я буду вести съемку прямо со стеллажа, где у меня находится рассада расположена. Я пришла посмотреть и выбрать лотки, которые требуют полива. И сразу хочу рассказать вам о том, как нужно расставить свои лотки по высоте, чтобы хоть немного, хоть как-то облегчить нашим растениям жизнь и поддержать тот температурный режим, поддержать те условия, которые они требуют. Я не раз говорила, что когда мы ставим семена на проращивание, им нужна высокая температура 25 градусов, томаты можно чуть пониже 20, но перцы и баклажаны 25 и больше, потому что они очень теплолюбивые. В холодных условиях они могут не взойти. И если вы поставите посевы свои на подоконник, на холодный или на пол, вы будете ждать 7 дней, 10, 15 и даже 20. Иногда они могут вообще не вылезти, семена, потому что в холоде вот этот зародыш, он лежит у него, если нет условий для его прорастания, для проклёвывания, он так и пролежит в земле и сгниёт. Я вот сейчас вам расскажу, как нужно делать это, ну как это рекомендовано делать, и если у вас есть возможность, то лучше, конечно, выполнять эти рекомендации. Вот посеяли мы лотки. Если им нужно тепло-тепло-тепло, то, конечно, нужно ставить их на самый-самый верхний этаж. Вот у меня, извините, этикетка со старого года некрасивая. Потому что все знают, что наверху у нас самая высокая температура. Любой человек может по себе даже ощутить эту разницу. Или вы сядете на пол, вам будет прохладно, холодок так. Даже если, ну хоть это и частный дом, хоть и квартира благоустроенная, все знают по законам физики, что весь тёплый воздух поднимается у нас наверх. А встаньте на стулы, вот поднимитесь на этот стеллаж, и вы сразу почувствуете, что здесь тепло. Вот здесь у меня выпариваются перцы, потому что здесь самое тёплое место. Но я проверяю каждый день, как только я увижу вот эти петельки, я быстро-быстро их, так, опускаем их назад, вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Вот я увидела, как петельки начали появляться, я сразу же их сбрасываю на самый нижний этаж. Зачем? Потому что, опять же, неоднократно я говорила, что как только появится у вас рассада, нужно понижать температуру на 5-6 градусов, для того, чтобы она не вытягивалась. Вот там, где тепло, там тепло и светло, она вымахает, может, как длину, будет иметь более длинную, чем нужно. Вот здесь самый прохладный, нижний у меня, это как полочка на стеллаже, и все малыши у меня здесь. Вот они постоят недельку, немножко-немножко они отрастут, их можно будет поднимать. Кстати, вот это вот перчики, которые я позавчера показывала, 10 дней без света они были, были бледные, такие вытянувшиеся, хилые, я их подкормила под лампочку. Смотрите, как они ожили. Их даже не отличишь от нормальных сходов. Я думала, они пропадут? Нет. Так что не выбрасывайте рассаду, которая вытянулась всю, можно ее исправить, если у вас нет замены. Продолжим. Вот опустила я их. Сейчас они вот в такой стадии, они здесь посидят. Потом вот так вот вылезут, листики начнут расправлять. И когда они уже будут вот такие, две семидоли, и в преддверии третьего, вот одного настоящего листа, я могу их поднимать выше. И вот второй стеллаж у меня обычно здесь, какие сеянцы расположены? Сейчас я поднимусь. Здесь я после пикировки ставлю, которые и небольшие, и немаленькие, как это подростковая вот полка у меня. Вот распикировала перчики, они здесь сидят маленькие. Распикировала томатики, они тоже здесь сидят. Сейчас еще перчики покажу. Вот перчики распикированные. А чуть повыше у меня уже та рассада, которая я не боюсь, что она вытянется. Она уже, можно сказать, как полувзрослая. Ей уже можно и тепло, и светло, любой температурный режим, особенно томаты, они не вытягиваются. У меня вот эти томаты низкорослые, детерминантные. Им в тепле хорошо, и в холоде хорошо. Они не такие капризные. Вот здесь у меня, это третья, первая, вторая, это третья по счету. А на четвертой, где самая жара, вот те, которые только что посеяла. Конечно, каждый день их нужно просматривать, не выросли ли они. Но здесь вот у меня пока что только трава взошла. Если трава взошла, значит, скоро пойдут и перцы. Обычно первый выходит сорняк, он быстрее всходит, а перцы туго всхожи, и пока до них дойдет, они чуть позже. Все. Вот это был краткий такой видеоролик на тему, как нужно, как желательно расставлять лотки вверху, в самом тепле. Те, которые вы посеяли, те, которые проклевываются. Как только проклюнулись, быстренько спускаете их вниз, в холодное место. Потому что не у всех есть условия, возможность, вернее, создать условия такие, как вот прописывают нам специалисты в области растениеводства, которые говорят, что для проклевывания нужна теплая температура, потом, когда проклюнутся, появятся петельки, нужно понижать температуру. Но вот как можно в квартире или в частном доме понизить температуру? Всю температуру в помещении, ясно, что мы не можем понизить. Но мы хотя бы, вот соблюдая эту этажность, первый этаж холоднее, высокий этаж теплее, хоть немного будем приближать наши условия к тем, которые требуются нашим сеянцам. Ни в коем случае, вот после посевов, не ставьте на холодные подоконники. Если у вас нет стеллажа и у вас подоконник, это единственное место, где вы можете выращивать рассаду, хотя бы подставляйте какие-то баклушечки под эти лотки, чтобы они не стояли, вот как вам сейчас покажу, чтобы они не стояли вот так напрямую в подоконнике. Приподнимайте на какие-то. Я раньше, когда не было стеллажа, ложила на старые книжки, потом на брусочки подставляла, такие делала, как эти козьи ножки, рожки, вот так вот опиливали, один, два, три, четыре, чтобы не сплошным было, а именно, чтобы на каких-то ножках и там был воздух, чтобы проходил свежий воздух и не было холодного, вот этого, не дула с подоконника. Вывод вот этого ролика такой. Посеяли, поддерживайте для них теплую температуру. Как только они взошли, ну, нужно куда-то их опускать температуру. И вот единственный вариант в наших домах и квартирах, это ставить на самый низ, на самой нижней полку стеллажа и освещение. Все, у вас будет хорошая, здоровая, крепкая рассада, никогда она не вытянется в таких условиях, потому что на полу у нас все равно всегда немного попрохладнее. До свидания. Желаю всем вам вот эти нюансы соблюдать и чтобы рассада получилась у нас здоровая, крепкая, дала нам хороший урожай. Субтитры создавал DimaTorzok